Здравствуйте, я Наталья Некрасова, соавтор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Сегодня мы с вами начинаем совместное вязание по созданию новогоднего талисмана бычок. Такого бычка мы сейчас с вами провяжем. И сегодня у нас с вами организационная часть, когда мы будем подбирать пряжу и разбираться с количеством деталей. И вообще, что нам нужно для вязания. Для вязания потребуется три цвета. У меня пряжа Alizareal 40, достаточно такая, не тонкая пряжа, 480 метров в 100 граммах. Машина Sellerit 840, плотность 9 точка. Вообще, задача сегодняшней части подобрать плотность такую, чтобы вязаное полотно можно было набивать. Если ваше вязание будет сильно рыхлым, при набивке полотно будет деформироваться, набивочный материал будет выпирать, швы будут некрасивые. Поэтому вязаное полотно должно быть для игрушек, достаточно плотным, чтобы оно выдерживало набивку. Итак, три цвета пряжи, набивочный материал. У меня это внутренняя подушка, вот в таком виде она продается, набивка. Холофайбер, самая дешевая подушка для набивки игрушек. Идеальный материал. Легко стирается, легко набивает, ничего не весит, не разобьется. Даже если ребенок будет играть игрушкой, ничего не произойдет. Для оформления нужны будут глазки. Выбирайте. Если у вас коровка, есть такие глазки отдельно продающиеся. Можно взять глазки с ресничками. У вас будет корова. Если у вас бычок, у меня круглые глазки, еще и кольцо в нос. Кольцо для ключей. Железное колечко. Но это уже на ваше усмотрение. Захотите, сделайте. Итак, глазки, пряжа. И сколько же нам нужно будет пряжи. На самом деле, вот то, что у меня представлено. Это слишком много. Конструкция у нас маленькая. Деталей много, но они не крупные. Итак, голова, которую мы будем вязать в следующей части, состоит из пяти деталей, плюс восемь маленьких деталей. Четыре ушка, потому что ушки у нас двухсторонние. Каждая сторона провязывается по отдельности. И четыре рога. То есть каждый рог состоит из двух частей. Они сшиваются и набиваются. То есть пять деталей, собственно, голова, плюс уши и рога. Тело тоже состоит из пяти деталей. Плюс четыре копытца. И плюс хвост. Ну, хвост это просто рулик. А копытца. Копыты и рога я провязывала из акрила. Серый акрил. Детский новинка пихорка. Он более плотный. Он совершенно не пушистый. Для рожек и для копытец. Копытцы и рожки из него совершенно замечательно получаются. Поэтому добавляем еще и детский акрил, либо четвертый цвет, к пряже, которая нам нужна. Можно обойтись белыми копытами, если у вас недостаток акрила. Итак, пять деталей тела, плюс четыре копытца и плюс хвост. Сколько нужно пряжи, вес? Коричневый у меня на всего бочка ушло 11 грамм. Белого 22 грамма и рыжего 9 грамм. Меньше 50 грамм пряжи нам нужно на провязывание бочка. Как будет проходить вязание? Вы будете получать видео, в котором представлен вид детали. Я буду показывать ее вид, конфигурацию в программе КНИТ. То есть скриншот вида деталей, потому что они сложные. И вы будете получать рядышком такую табличку, которую будете либо перерисовывать, либо снимать скриншот, переносить и распечатывать. Как вам удобно. Таблички небольшие, детали тоже небольшие. Поэтому провязав деталь, вы будете сравнивать то, что у вас получилось, с видом экрана. Как эта деталь должна выглядеть в реальности. Если вы видите, что все получилось, что все получилось по конфигурации, ровно так, как нарисовано и как выглядит, то все в порядке. Итак, подобрали пряжу. Подобрали плотность, которая подойдет нам для набивания деталей. Глазки. И мы с вами готовы приступать к основной части провязывания первой детали головы. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...